знаете черное плохо когда давайте сюда животное а плохо когда кошка белая у нас объясню нас традициям и приютских кошек ух какой зверь соли майк да марик сколько ему 11 месяцев молодой марик вот такой вот марик кому-то достанется если будет себя хорошо вести не убежит мы его должны успеть пропиарить но он же этого не понимает кошачье дело убежать он в приют попал красавица бывает бывает прям британцы попадают такие свиньзу знаете как-то люди ведь относится надо как игрушкам животным взяли поиграли что-то что-то не пошло что-то не понравилось взяли расстались видите как плохо в темном когда марики белые у нас у вас кстати были когда-нибудь домашние животные да и и кот был не один это где в ростове или уже во львове код был уже в москве а в москве уже а вообще я больше я люблю животных очень но огромная ответственность им иметь своего друга вот но вообще я ближе к собакам хотя у меня был кот как но иди сюда марик не у меня не слышать не ход гуляет сам по себе этим они замечательны как вообще в принципе относитесь к жанру кроссовера потому что вот я с мацуем беседовал он очень резко высказался в отношении в а мне собственно нравится что она популяризирует классическую музыку но я скорее ближе к вашему мнению потому что хотя денис мой друг талантливейший человек может быть я резко скажу но понимаете если идет речь о короткой юбки мокрой юбки и ножках оголенных то я и получше видал в жизни да мы все видим когда там показ мод или не знают но не все же при этом виртуозно на скрипке игра играть на или на электро скрипке тоже есть есть люди которые это делают лучше чем она но она это все делает очень хорошо но а вот ура продюсеру который объединил это нашел такую ванессу и и получился невероятный продукт и допустим объявляется левальди времена года да ну вот молодая пара который вчера они встретились пошли кино посмотрели сегодня на дискотеку ну и опять дискотека или и вдруг афиша такая до на года вот они посетили прошел год и висит афиша времена года но уже без ванессы мая да и какое-нибудь другое имя да там замечательно гидон крэмора например алиси российский юношеский оркестр под управлением юрия башнет например не важно но эта молодая пара уже знает что есть такое произведение конечно я предпочитаю не на электро скрипке слышать времена года так же как любое произведение баха лучше звучит в оригинале чем синтезатором но и все таки информация заложена гением она пробьется даже через синтезатор не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в девятнадцать тридцать на телеканале москва двадцать четыре вот знаете я почему подвожу потому что есть вопрос который я задаю вообще музыкантом вашим коллегам я спрашивал об этом и у мацуева и у башмета об отношении к жанру кроссовера вот то что делает ванэ сэмэй и другие музыканты как вы относитесь к этому если вы спрашиваете меня ванэ сэмэй то это чистый продукт так сказать западный она очень хорошо играла на скрипке почему и играла она сейчас уже не так хорошо игра это не так хорошо серьезно как наоборот ведь с практикой с и с опытом мастерство должно отшлифовывать как мне казалось вы понимаете в чем дело почему так много сусального золота знаете потому что настоящего мало то есть его раскатывают да так в принципе я неплохо к этому отношусь тем более что младшая моя дочь стала заниматься джазовым пением училась в бостоне беркли school of music это самое главное заведение в этой области и сейчас в общем восходящая звезда поет в стиле сов вот так вот примерно как эмми вайнхаус она меня знакомит с этой тематикой но вы считаете это то что существует две точки зрения что с одной стороны это полизирует классическую музыку а с другой стороны такой взгляд что это профанация уже вы придерживайтесь как если же мацуев играл только кроссовер было бы очень жалко но у мацуев как раз достаточно жесткое отношение кланы кланеси моего ну видите я не одинок да нет нет я никогда с ним не разговаривал на эту тему мы просто так он так как он играет рахманиного концерта он может себе позволить в минуту отдыха какого-то заниматься этим делом то что меня радует это то что я приду через экраны телевидения к людям может быть которые никогда не приходили в московский международный дом музыки и может быть они после этого придут потому что это моя мечта я когда-то был в венском зале золотом музык феррайн совсем молодым первый раз я пришел в этот зал и меня привела графиня такая наверх туда и сказала вот в этой ложе я сидела со своей бабушкой она уже была не молодая женщина вот моя мечта чтобы так было и здесь вы читаете что другие музыканты пишут или говорят про вас время от времени когда кто-то тебе дает прочитать что-то и ты читаешь и потом думаешь о это неприятно или о а вот это обидно а вот это так мило с их стороны это как коробка конфет никогда не знаешь какую реакцию на собственное творчество ты получишь а вы знаете найджела кеннеди да я с найджелом пару раз пересекалась и когда я впервые занялась своими вариациями на классику а он уже сделал свою версию времен года он был своего рода первооткрывателем этого жанра любой обыватель и знал классическую музыку в его исполнении поэтому можно сказать смело что он открыл двери для классической музыки ну и конечно я уже перевела этот стиль на другой уровень я как-то брал у него интервью и спрашивал про вас потому что вы очень популярны в россии и он назвал вы знаете ли самым прекрасным созданием в мире но что вы как бы искажаете опримитивляете классическую музыку как как искажаю ну да что вы об этом думаете ну так он прав я ведь и правда по-своему издеваюсь над классической музыкой вы это делаете специально 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 понимаете в чем дело у классической музыки есть прошлое есть традиции великое наследие но после этого что ты можешь сделать что можешь привнести поэтому я считаю что история классической музыки это богатство что то что хранится в музее чтобы все могли оценить его некоторые из нас артистов должны порой открывать дверь чтобы пустить свежий воздух мы не можем все время существовать в закупоренном пространстве было бы жалко держать это далеко от обычного прохожего к тому же большая часть репертуара который я исполняю на концертах это авторский материал не основанный на классике но конечно самые хиты это переработки классиков это моя попытка передать привет прошлому поблагодарить великих мастеров за то что они подарили нам эту прекрасную музыку не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и Евгений Додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24 в 19.30 на телеканале Москва 24